Слава Иисусу! Приветствую вас! Во имя Иисуса Христа! Будьте благословены! Будьте благословены! Это означает, пусть ваша сфера, там где есть нужда, восполнится. Благословение – это разрешение Богу действовать. Проклятие – это разрешение дьяволу действовать. Поэтому, когда мы говорим, пусть Бог благословит, то есть, это знаете, если человек слепой, у него появляются глаза. То есть, решается какой-то вопрос. Если есть какой-то минус, то появляется плюс. Минус – появляется плюс. Когда мы говорим человеку, Господь тебя пусть благословит, был минус, появляется плюс. Плюс всегда несет больше что-то, он позитив несет. Вот для тех, вот сейчас будет пророческое слово перед проповедью. Для каждого христианина, кто вышел из греховного мира, кто покаялся в своих грехах, все, в чем дьявол контролировал и держал, вот для таких верующих звучит слово. «Либо в вашей жизни вы войдете в землю обитованную, либо вы умрете в пустыне». Что это значит? Когда Бог вывел израильский народ из рабства египетского, народ знал, куда они идут. Израильский народ знал, что они идут в землю обитованную. Там, где течет молоко и мед, там, где изобилие. И когда потом впоследствии мы видим, что пошли этих шпионов, отпустили изучить эту землю, то виноградную лозу несли два мужика на шесте. Вы видели виноградную лозу в наше время? Двумя пальчиками держишь, и ты от этого не устаешь даже. Да? Виноградную лозу кто-нибудь держал? А там надрывались два мужика на шесте несли. Это была земля обитованная. Вот такие виноградиные такие прям. Ты съел, и все, и тебе так классно. Это все было изобилие, земля изобилие. И Бог вводит туда верующего. А дьявол на пути в эту землю, в пустыне, он врет. И он говорит, смотри, у тебя воды нету. Смотри, и он пытается тебя разуверить, и чтобы ты начал сомневаться. Но представь, если Бог уже совершил чудо, что ты освободился от греха, от сатаны, от всего, что дергало тебя, как марионетку. Если уже это чудо произошло, что Богу тяжело сделать и потом чудо, что ли? И вот верующие, многие, которые вышли из Египта, не вошли в обитованную землю. И они, как бы, знаете, в ропоте умирают в пустыне. И это печально. Вот я желаю всем, кто вышел из греха, войти в обитованную землю. Там, где Иисус, там, где Дух Святой, там, где изобилие во всех сферах. Поэтому наш выбор остается за нами. Ни этого не сделает Господь. За нас этот выбор. Если я вышел от дьявола, значит, я должен прийти туда, куда меня Господь приводит. И Господь ни к чему плохому не приводит. Там такая радость. У них такие глаза были. Как это? Просто даже веточка от винограда. Ее должны были двое мужчин тащить на шесте. Вы просто себе представьте. Это сколько же она должна весить? И там все было в изобилии. Послушайте, это не шутки. И когда Иисус пришел, Он учил. Его учение было именно об этой земле изобилия. И это уже Иисус называл царством. Царство Божье. Поэтому каждый из нас должен понять, что у нас есть всегда больше. Итак, тема проповеди будет называться «Счастье христианина». Счастье христианина заключается в том, чтобы все его сферы были восполнены. Мы знаем, что есть счастливые верующие и есть как бы, ну, не совсем как бы счастливые верующие. А так скажем, либо они на пути к счастью, либо им что-то непонятно, либо, ну, они несчастные как бы. Они как бы живут с великим Богом, с живым, но они как бы несчастные люди. Не до конца они открываются, им открыто, или они не до конца понимают. Так вот, Иисус, Он проповедовал всегда о счастье. Когда Иисус приходил в жизнь какого-то человека, эту жизнь Он делал счастливой. Нету такого человека, в жизнь которого Он пришел и сделал ее несчастной. Изуродовал его жизнь, изуродовал его судьбу. Все, знаете, наперекосяк пошло, все разрушилось. И потом сказали, не, я в Иисуса верить не хочу. Таких людей нету. Единственное, когда люди сами к Нему приходили и спрашивали, что мне делать, Иисус говорил, что Ему надо делать, и человек не хотел оставлять, например, грех. Не хотел оставлять старый образ жизни. Потому что ты не можешь, понимаешь, жить и в утробе, да, матери, и жить и в физическом мире. Если ты хочешь пойти в физический мир, тебе надо родиться. Тебе надо родиться, это означает, что тебе надо оставить то место, где ты был, утроба матери. Тебе надо родиться в физический мир. Так же Иисус и говорил, что тебе нужно родиться в духовный мир. Если ты хочешь переживать благо духовного мира, тебе нужно родиться в этот мир. И в этом мире тебе так же нужно учиться, познавать, впитывать и возрастать. У каждого человека есть жизнь, в которой есть три сферы. Дух, душа и тело. Знаете, когда Иисус учил народ в пустыне три дня, то они захотели есть. В принципе, это логично. Там через три часа уже хочешь есть. Вот собрание только началось, кто-то уже там думает, чтобы поесть там потом нормально. Три дня шло. Иисус, Он знал, что у людей есть так же физическая нужда. И Он ее не проигнорировал. Он, наоборот, сказал, что мы их покормим, вы дайте им есть. И мы знаем потом из Писания, из этой притчи, из истории, что ели все и насытились. Смотрите, ели все. Не было таких людей, которые говорили бы, да главное я Слово Божие послушал, а есть это так не обязательно. Это так, знаете, приземленно, это по-плоцки. Есть это, кушать это не обязательно. Нет. Смотрите, как Писание говорит, что ели все. Сначала слушали ели духовное Слово Божие, да? Слушали слова из Бога, слова Иисуса, а потом они кушали физически. То есть, у них восполнилась нужда духовная, а потом восполнилась нужда физическая. Физическая нужда – это не что-то маловажное. Это так же очень важно. И поэтому счастье заключается, христианина, в том, что когда все сферы восполнены, Бог сотворил все сферы, физическую сферу не сделал дьявол, ее сделал Господь, и душевную также Господь, и духовную. И вот счастье христианина – это когда у него восполнены все. Смотрите, Адам, находясь в Едемском саду, там не было нужды ни в чем. Ни в чем. Вот если бы ты что-то пожелал, тут же было. И общение с Богом. Бог разговаривал с ним, общался, у него восполнена была духовная нужда. Но потом он стал печальный. Представьте, при всем, при всем вот этом изобилии в раю, мы даже себе не можем представить, что там было, насколько прекрасно там было. Он вдруг начал в чем-то нуждаться. И Бог такой, да, нехорошо. Что-то не хватает ему. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Видите? И восполняется его душевная сфера. Духовная восполнилась. Он замечательный, но проходит время, и тебе нужен человек, с которым поговорить. Правда? Или мы все такие духовные, что нам люди не нужны? Если кому-то, кто-то говорит, мне не нужен человек, с кем общаться, почему тогда домашних животных заводят? Для чего? Пощущукаться, поговорить. То есть, понимаете, все равно человек, ему скучно одному. Ему нужно и домашнее животное, ему нужен человек. И Бог от этого радуется. Послушайте. Когда мы общаемся с людьми, и Богу это нравится, он смотрит сверху, ему это нравится. Он не говорит так, ты должен только со мной общаться. Я ревную, я ревную, что ты сейчас с ним общаешься. Вместо того, чтобы с ним общаться, должен был со мной общаться. Нет, всему есть свое время. Иначе Бог не создавал бы эту сферу. А раз ее Бог создал, эту сферу душевную, то ее нужно восполнить. Ее нужно восполнить. Каждая сфера нуждается в восполнении. Не в том, чтобы ты ее глушил, а чтобы ее восполнял. В чем разница? Боль, например. У вас есть боль. И вы ее можете глушить. Но она не ушла. Она просто на время притихла. Но вы не можете разобраться, в чем же истинная причина этой боли. Ее надо вылечить. Ее надо как-то убрать. Ее решить в корне надо. А не просто таблетками ее на время гасить. И вот что большинство людей делает в нашей жизни. Иногда мы сами не знаем, как мы устроены. Что мы хотим, мы тоже этого не знаем. Иногда я думал, что я хочу этого. А когда это приходило, я понимал, что да нет, теперь я хочу чего-то другого. Это стало для меня обычным. Я хочу чего-то другого. Более, знаете, заинтригованного такого. Нет. Мы иногда часто не знаем, в чем мы нуждаемся. Вот наш дух, он нуждается в Боге. Наш дух, он не нуждается в человеке. Он не нуждается, знаете, там, в еде. Наш дух не нуждается, поверьте. Он нуждается в таком, в тесном общении с Богом, чтобы слышать Его Слово, чтобы, понимаете, жизнь приходила. Когда с тобой поговорил, представьте, великая личность. Ты заряжен, ты вдохновлен, ты наполнен, у тебя есть смысл жизни, ты выходишь, у тебя песня на устах. Ты идешь, поешь и славишь. Почему? Ты с Богом пообщался. Ты пообщался с Богом. Если ты пообщался с Богом, и вдруг тебе захотелось взорвать в какой-то магазин или там метро, то это не тот Бог, в Которого мы верим. Тот Бог, в Которого мы верим, после общения с Ним нам хочется что-то хорошее сделать, не правда ли? Благословить кого-то, помочь кому-то, помолиться за кого-то, послужить кому-то. Нам этого даже не хватает. Это не то, что нас заставляет кто-то. У нас потребность в том, чтобы сделать добро, чтобы что-то сделать приятное, чтобы кому-то отдать часть себя. После общения с Богом. Видите? И вот счастье христианина, многие как бы ударяются в крайности. Мы вообще люди устроены так, что мы люди крайности. То мы в одной крайности, то в другой крайности. То Вартимей сидит с этой стороны дороги и просит милостыню, то этот потом Вартимей перешел на другую дорогу, на другую сторону дороги и так же на обочине сидит и просит там теперь милостыню. То есть нас из крайности в крайность штормит, нас кидает и в крайности, и в крайности. Мы говорим, нет, надо не так, надо так, надо только Бог нужен, и больше нам никто не нужен. Никто, 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 никто не нужен. Да? А почему тогда ты не в лесу сейчас? Тебе нужен человек так же, тебе нужно взаимоотношение с людьми, тебе так же нужно поесть хорошо. Ну кто откажется вкусно поесть? Ну кто? Вот у нас в собрании тут братья, сестры приготовляют пищу, и все едят. Я еще не видел такого, что кто-то сказал бы, нет, мне это не надо, мне это не надо. Я, главное, вот я с Богом. Нет, у меня было один раз, когда меня так наполнил Бог, что я есть даже не мог, у меня вот это присутствие, меня как наполнило, как потряхивало, понимаете, вот это наслаждение, что мне даже не до еды было, но это же не всегда так. Если у вас есть нужда, в какой-то сфере не оглушите ее, а восполните ее. Например, у вас нету, душевная сфера возьмем, у вас нету хороших друзей. Вот просто вам хочется иметь друзей, с кем вы встретитесь, нормально, качественно пообщаетесь. Как бы единомышленников. Может быть, вы будете разными, но вы пообщаетесь, и вы сходите куда-то там, покушаете, вы пообщаетесь, проведетесь время, и вы такие, знаете, будете обогащенные. От общения с людьми тоже человек обогащается, ему это надо. И вот таким образом восполняется нужда. А если, например, человек, он хочет пообщаться с кем-то, ему так важно это, а у него этого нету в жизни. И вот он будет себя чувствовать неполноценным. Вот как Адам. С Богом! Чего тебе не нравится-то? С Богом уже! Уже в раю! И тепло тебе, и сыто, и все! Чего тебе не хватает? Не хватает человека. Понимаете? И вот такой человек, у которого не с кем пообщаться, друга нет, подруги нету, или единомышленника нету, или вот нету такого же, ну, по характеру, чтобы подходили друг к другу, понимаете? То надо просто молиться, чтобы Бог дал вам друзей. И Библия, знаете, дает такой хороший-хороший совет. Он ко всем применим. Хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Дружелюбным. Улыбайся. Пригласи кого-то в гости. Вот у нас всегда люди в гости. Почему? Дома у нас гости. Потому что мы приглашаем. Мы приглашаем. У нас постоянно люди дома. У нас нету нужды, понимаете, чтобы вот нехватки, что вот у нас нету людей. Вот приготовили еду, и не знаем, кто будет, кого позвать, даже не знаешь, кого позвать. Все стоит, вся еда стоит. И такие, знаете, все печальные. Ходим по квартире и думаем, что же делать, что же делать. Нет, у нас всегда с этим нормально, с этим вообще нет проблем. Поэтому, если у вас какая-то есть нужда в какой-то сфере, ее надо восполнить, ее не надо глушить. Я скажу так, у многих верующих, есть такая дикая потребность в Боге. Но человек это не может дать определение вот этому чувству внутри, вот этому состоянию. Он не может дать определение, что это. Но он чувствует себя плохо при наличии всего, что у него есть, хорошо как бы. Внутри он себя чувствует плохо. И я вам скажу, иногда люди просто не понимают, что с ними. Но диагноз прост. У них духовный голод и духовная жажда. Послушайте, когда у вас наступает духовный голод или духовная жажда, ее не надо восполнять людьми. Это не время сейчас общаться с людьми. Это не время кушать. Это время искать Бога. Начать молиться, войти в Его присутствие. В Его присутствие. Например, как телефон у вас не работает, вы раз включили интернет, поймали сеть, все заработало, все классно. Понимаете? Вот в Его присутствие хоп, вошел, потому что ты как бы находишься, да, в присутствии Божьем, но не переживаешь его. А здесь ты как радиолокатор. Ты поймал волну, ты настроился и ты с Богом. И это сейчас восполняется твоя духовная жажда и твой голод. Например, у человека есть физический аппетит, а также есть и духовный аппетит. Есть духовная жажда, есть физическая жажда, есть и духовная жажда. Бывает, человек жаждет, но жажду утоляет не водой, а лимонадом. И сколько раз это делал? И не напиться, Время пришло пить. Организму не хватает жидкости, воды. Организм не говорит, что именно ему не хватает, у него просто есть потребность. А перед тобой стоит кока-кола, например. И ты берешь кока-колу, ду-ду-ду-ду-ду-ду, ты что делаешь? Сейчас воду надо пить, сейчас пришло время, у тебя потребность. Сейчас надо водички попить, чтобы у тебя не болела голова, их было хорошо тебе. Воду надо пить. И есть определенное количество воды, которое необходимо каждый день пить. Вот так же, когда есть, например, духовная жажда у человека, он берет ее и чем-то холодильником заполняет ее. Он просто пытается весь холодильник засунуть. И, понимаете, у него получилось. Он весь холодильник съел. А это чувство никуда не ушло плохое. Поэтому так же и со Святым Духом. Он как вода. Написано, что он как вода в жаркий день утоляет жажду. Как лань идет потоком вод. Понимаете, во время такой жары она идет тихонечко воду пьет. Вот что значит общение со Святым Духом. И нам, как верующим, нам нужно изучать вот эти моменты. Нам нужно знать об этом, что если у меня плохое чувство, я не хочу сейчас людей никого увидеть. Я не хочу сейчас. Я хочу сейчас закрыться. И это нормально. Иисус так и говорил. Когда молишься, а когда ты молишься, а когда к тебе приступила жажда, ты когда воду пьешь? Когда я почувствовал, что у меня есть нужда, я беру и пью воду. Так же и здесь. Ты почувствовал, а когда ты начинаешь молиться? А когда я чувствую нужду, то Иисус говорил, зайди в комнату твою, затвори дверь твою. То есть, видите, туда не входят люди, там не проходной двор, там не место для каких-то еще, каких-то думок. Там Господь и ты. И это важно. И Господь знает, что кроме Него, то есть в нашей жизни, есть кроме духовной сферы, есть еще душевная, есть физическая, и он сам позаботится, чтобы мы качественно ее восполнили. И Бог не стал ругать Адама за то, что тот грустный. Да что, тебе не хватает? Ты в раю. Я тебя создал. У тебя нет болезней. У тебя не болит голова. У тебя давление нормальное. Тебя не колбасит. Он не стал его ругать за то, что у того все хорошо. Потому что у него была потребность в человеке. в напарнике. Понимаете? Когда он увидел, что у животных всех тварей по паре, а он один, то у него появился вопрос, а почему? Я что, рыжий, что ли? Многие так ходят и задают вопрос людей, парни и девушки. Я что, рыжий? Я что, рыжая? Я что, я какой-то ущербный? Я что, какой-то не такой? Нет. Так и Адам думал. Он был красавцем. Это не означает, что вы странный какой-то. Или вы какой-то не такой. И вас невозможно полюбить. Эту сферу также помогает Бог восполнить. И он творит Еву. И приводит. И когда они общаются между собой, понимаете? Бог не ревнует. Как это? Теперь я потерял часть моего общения. Нет. Бог радуется, потому что для этого он и создал человека. И он сказал, плодитесь и размножайте, чтобы семья была, и чтобы все славили Бога. Это бы был замысел Бога. Вот вы будете счастливыми людьми, когда вы увидите, что на ваши молитвы приходит ответ. Сколько есть печальных верующих только из-за того, что они молились и ничего Бог не дал. Вы думаете, такого не бывает? Да сколько раз у меня было такое? Я просил, и мне Бог не дал то, чего я просил. А если разобраться, если разобраться, то, возможно, я и не проводил время с Иисусом. Я просто захотел. Я вырвал это место Писания из контекста. Вырвал. Но я не пребывал в Иисусе. Первую часть я не исполнял. И его слова также во мне не крутились. Они не меняли мое мышление. И поэтому на ходу я вдруг провозгласил Господь мне это, то и сё. Я верю, я верю, я верю. Оба прошло три дня, ничего не получил. И такие, всё не работает. Не надо мне больше рассказывать, что Бог даёт что-то. По-моему, Бог только забирает всё. Нет. Нет. Если мы честными будем, честными, но не было вот этого с нашей стороны как сказать, не было выполнено наш договор с нашей стороны. Мы не выполнили свои обязательства. Но требуем прям, что Бог ты свои выполни. Ты сказал, что не попросите во имя твоё и я дам вам. Вот и дай мне. Я прошу тебя, дай мне. Дай мне. Дай мне. Это мне напоминает израильский народ, которые требовали мяса. И у них не было мяса. У них была манна небесная. Но не манка, которая варится, знаете, с молоком, а манна небесная, я не знаю, какие-то хлопья, какие-то, что-то. Но это было небесное, то есть, ангельская пища вообще. Им надоело это всё, каждый день есть. И они вдруг захотели мяса, мяса, знаете. И народ, знаете, начал, как на протестах. Мясо, мясо, мясо. И начали говорить, роптать. Вот у нас в Египте было мясо, лук, чеснок. Здесь мы в пустыне. Мы не имеем. И Бог послал им ответ. И начал истреблять их. У них мясо чуть ли не в носу было. И в зубах, и, знаете, перепела. Вдруг ветер, южный там, какой-то ветер пригнал штаю перепелов. И они все валялись, просто их собирали и жарили и ели. Но они без уважения просили у Бога. А они его не любили. Но они требовали у него. Вы понимаете, как это ненормально? Вытребовать что-то у Бога и быть потом и счастливым в этом. Бог стал уничтожать этих людей. Потому что Он лично не был им нужен. Но им надо было мясо, мясо, мясо. Но представьте, если мы пришли, мы показываем Богу, Бог, Ты нам нужен, Ты наша ценность, Ты номер один в нашей жизни, Ты вообще первое дело в нашей жизни. И потом ты говоришь, Господь, у меня есть вот такое желание вот иметь вот это. Дай мне, пожалуйста, вот это. Знаете, это уважение, это почитание Бога. Ты Его любишь. Да Он все, что угодно тебе даст. Это 100%. Это не 99,9%. Это 100%. Он даст такому человеку, который Бога любит, который уважает. И что бы тот ни попросил, Он даст. Знаете, почему? Потому что попросить ненормальное что-то, что ему во вред, он уже не сможет. Потому что он пообщался с Богом. Он не будет просить яд, он не будет просить взрывчатку какую-то. Он что-то попросит, то, что принесет ему благословение, назидание, не только ему и людям. Иисус нужен не только для того, чтобы не попасть в ад. Иисус нужен верующему каждый день. Каждый день. И если мы по приоритетам будем расставлять свои все нужды и восполнять их, мы будем счастливыми верующими. Мы будем. И Бог, Он хочет, чтобы мы были счастливыми верующими. Потому что Евангелие это неплохая новость. Знаете, как приходит там командир и говорит, у меня есть две новости для вас. Одна плохая, другая хорошая. С какой начинать? Никогда Иисус не приходил так и не говорил слепому, да? У меня есть для тебя два варианта. Плохой и хороший. Ты какой хочешь? Нет. У него вариант только хороший. Он тебе не предлагает, знаешь, у меня есть для тебя такой вариант. Либо рак, я тебе предлагаю, либо сахарный диабет. Нет, Господь тебе предлагает только исцеление. Он твои болезни уже на кресте отмучился. Он тебе только исцеление предлагает. Незнание нашего Бога и не позволяет нам просить у Него. Мы понимаем, что если человек несостоятельный, человек бедный, то мы у него никогда не будем просить ничего большого. Поэтому и у Бога мы ничего большого не просим. Почему? Да он в нашем разуме скудный. Скудный. И почему? Да дьявол его таким нарисовал. Он скудный, он как странник, он такой нуждающийся, он такой висел прям вот такой, и вот такой он у нас остался. Поэтому еще такого просить. Я пойду нормального попрошу? Нет. Из-за необщения с ним, из-за незнания того, кто такой Иисус. Если бы вы увидели, кто такой Иисус, если бы реальность его увидели, вы бы перестали, вы бы на всю жизнь запомнили, что богаче его никого нету, лучше его никого нету, счастливее его никого нету, щедрее Иисуса никого нету. Поэтому если вы у него просить, попросите, после того, как вы пообщались с ним, он обязательно вам даст то, что вы о нем попросите. И это принесет счастье в вашу жизнь. У вас будет счастье написано на лице «Я счастлив». У другого можно прочитать на лице другое. Я хорошее настроение забыл дома.